В России вышла книга про Алихана Букиханова. Написал ее российский историк и бывший заместитель губернатора Новосибирской области Виктор Казадой. Историческое произведение называется «Алихан Букиханов. Человек эпоха». Мы решили лично расспросить Виктора Ивановича о книге. Добрый вечер, Виктор Иванович. Добрый вечер. Во-первых, поздравляем вас с выходом книги. Во-вторых, хотелось спросить, вы за два года написали книгу про лидера Алаш Алихана Букиханова. Какое у вас впечатление? Кто такой Алихан, по вашему мнению, и какая главная его заслуга? Ну, если совсем кратко говорить, наверное, это краткое изложение в самом названии книги «Человек эпоха». Главная его такая роль, которую, можно сказать, историческую роль, это то, что он изложил основы в создании казахской традиции, казахской государственности. То есть, начиная с середины 90-х годов, когда он ознакомился с идеями автономии, целенаправленно начал работать. И самая главная задача, которую мало кто, может быть, понимал и усваивал до сих пор, как бы, исследователей, что именно он стал заниматься созданием или его созданием, объяснением, прояснением задачи казахской субъектности. Вот вы говорите, Букиханов политик всероссийского масштаба того времени. А в каких его действиях это проявляется? Я говорю, что он не только общероссийского, да, общегосударственного, общеимперского уровня. Нельзя понимать его только как деятеля такого регионального. Это проявляется его историческими такими шагами действия. Во-первых, в 1906 году он был избран депутатом Государственной думы Российской империи, что в Санкт-Петербурге Таврический дворец. Им там, кстати, бюст стоит по этому поводу. А второе, с 1905 года, с 1905 года по 1917 год он был, с одной стороны, членом партии, а с другой стороны, еще и членом Центрального комитета, руководящий крупнейшей оппозиционной партией, конституционных демократов, партия кадетов. А вот если взять в контексте гражданской войны, были ли шансы Алаш-Орды провозгласить национально-территориальную автономию? Здесь, конечно, в рамках гражданской войны это все было довольно сложно, потому что задачи были, во-первых, непростые как внешние, так и внутренние. Не получилось договориться изнутри со всеми акторами казахского общества, особенно с южанами. Там куча проблем как бы была еще. И времени было очень мало исторически. По факту на втором съезде автономия провозглашена не была, автономия Алаш, но зато был осознан как бы исполнительный орган Алаш-Орда, это как, условно говоря, правительство. И после антибольшевистского переворота в мае-июне 1918 года, который на территории Сибири произошел, от нас к вам туда, в Казахстан. Виктор Иванович, я хотела спросить, а появится эта книга у нас в Казахстане? Я надеюсь, что, во-первых, с 26 октября будет начало нескольких презентаций, начинается в Семее, вот как раз где была столица Алаш, на базе университета Лихана Букиханова. Это такой для меня символический момент. Потом в ряде городов, там Павлодар, Нур-Султан, Караганда, и завершение будет Лаламаты в Институте истории и этнологии. Спасибо вам за ответы. Я напомню, что с нами на связи был автор книги про Алихана Букиханова Виктор Казадой.